Дорогие друзья, здравствуйте, добро пожаловать на прогон военной техники после генеральной репетиции парада победы над немецко-фашистской Германией, которая состоится 9 мая. Сегодня 7 мая, время 10.45, и вот вы видите начало колонны военной техники. Здравствуйте, с вами снова я, Захар Артемьев. Это, знаете, не первая репетиция, которую я наблюдаю с такого ракурса, и вот делюсь ей с вами. Это бронеавтомобили «Тигр», и вот они едут с величественно реющими знаменами своих воинских частей. И с неизменной атрибутикой. С крупнокалиберным пулеметом, какой-нибудь 14.7 и так далее. Вот, они возглавляют колонну. Между тем, дорогие друзья, хочу сказать, что по данным психологов и психиатров, уровень тревоги в обществе заметно вырос. Вот, кстати, посмотрите, значительная часть этого общества столпились люди. Это на Новом Арбате, на пересечении. А вот вы видите боевые машины пехоты. Современная модификация, боевая машина пехоты. Четыре или четыре, какая-то там она. Вот, боевая машина пехоты четыре, с 30-миллиметровой автоматической пушкой. Интересно, много ли таких в войсках. А это бронеавтоматическая, боевая машина пехоты проекта «Курганец». Плавающие и так далее. Тоже немного их в войсках. А вот основные боевые танки. Это Т-80, оснащённый активной бронёй и всем таким. Вот. И вот идёт целое звено таких Т-80, которые сейчас принимают участие в боях в Украине. А вот идут танки Т-90. Как ни странно, но, по-моему, в вооружении армии Индии этих танков больше, чем в армии России. Танкисты, которыми мы управляли, рассказывали, что танк действительно хороший. Лёгкий и удобный в управлении, но их мало. Т-90. А вот это танк «Армата» Т-14. Танк замечателен тем, что у него необитаемая башня, компьютерное управление. Танк действительно хорош. И почему-то, несмотря на весь их мачизм, танк в серию не пошёл. Видимо, слишком хорош для армии России. Я не знаю. Почему? Это грады, реактивная система залпового огня, РСЗО. Тоже площадями выжигают людей. Вот. И, знаете, я с очень тяжёлыми чувствами смотрю на эту военную технику, которая едет по улицам моего родного города. Знаете, действительно, не зря психологи, психиатры подмечают, что на 15,2% в марте, а в апреле уже на 21,4% вырос уровень тревоги у россиян. Тревоги, панических атак, неврозов. То есть люди просто сходят с ума от происходящего. Вот. И добавлю, это какие-то зенитные ракетные системы средней дальности. Вот. И добавлю, что россияне начали массово отказываться от туров в Крым. Как сообщают официальные СМИ, связано это с отменой целого ряда рейсов из-за бесполётной зоны и всего такого. Вот. Может быть, дело в этом. А может и не только. Что ж, друзья, а вот вы видите самоходные артиллерийские установки. Какие-нибудь там 100М. На самом деле, мощные штуки достаточно. Да. Из года в год они ездят. Крупнокалиберный пулемёт на башне, орудие, способное на десятки километров отправлять снаряды. Мощная штука. И знаете, когда-то мой прадед Павел Артемич Артемьев командовал парадом 7 ноября 41-го года, когда наши войска шли на фронт. А также осуществлял общую подготовку парада победы. Он был на втором чёрном коне. Вот. И, казалось бы, моё сердце должно наполняться исключительно гордостью и высокими патриотическими чувствами. Но на самом деле, друзья, я с очень тяжёлым сердцем смотрю на всё это. С очень тяжёлым сердцем. Россия, вымирающая страна, не должна нам принимать участие в каких-то военных действиях. Не должно. Между тем, наших вооружённых мужчин отправили и в Сирию, и куда угодно, где наших только нет. Что ж, это, вы видите, зенитный ракетный комплекс малой и средней дальности, вот и радиолокационная станция, и ракеты. Комплекс хорош. Наверняка против и самолётов, и вертолётов. А может, это какие-нибудь там береговые ракеты. Но против беспилотников типа турецких Байрактар, видите, это как кувалды и комара убивать, а комар ядовитый. Вот, это противоракетный комплекс С-400, Триумф. Вот, хороший комплекс, очень крутой, действительно, способен баллистические ракеты сбивать. И зачем-то Россия взяла и продала Турции целых два дивизиона. Вот, продала в кредит вроде, кредит они, конечно, вернут. Вся Москва украшена парадной символикой к 9 мая, к празднованию этой действительно священной даты, даты окончания самой страшной в истории человечества войны, которую у нас называют Великая Отечественная война, также известная, как Вторая Мировая. А разница есть. Вот. Это боевые машины десанта БМД-4, снабженные 30-ти миллиметровым орудием автоматическим, плавающие, действительно, хорошие, уникальные в своем роде машины. отрадно, когда они стоят в мирных ангарах и не участвуют ни в каких ужасах. И горем наполняется сердце, когда понимаешь, что нет, участвуют. Причем я сильно сомневаюсь, что таких новых с иголочки автомобилей и многом. Ну что, я просто, как гражданский человек, могу же сомневаться. Помогай Бог всем военным нашим, которые поневоле оказались втянуты. Помогай Бог целыми и невредимыми вернуться домой, как можно скорее. Это тоже десантные, но просто бронемашины, транспортеры. Нужные для десантников вещи. Быстрые, плавающие, классные штуки. А вот, друзья, боевые роботы. Знаете, я хочу вам сказать, что парад это прекрасно, когда он раз в году по улицам проезжают и все, это прекрасно. Но когда ты начинаешь понимать, что вот эти все штуковины где-то используются, но боюсь, что не вот эти, а вот эти вот. А этих, думаю, тоже не уверен, что очень много произвели пока. Хотя крутые штуки, говорят, и главное, человеческими жизнями не рискуют во время применения такого оружия. Своими не рискуют. а это, друзья, межконтинентальная баллистическая ракета. Вот еще раз, боевые роботы, терминаторы. Вот, межконтинентальная баллистическая ракета. Я с ужасом услышал от одного из прохожих во время ночного репетиции, что а мы прямо отсюда можем по Киеву. Эх! И нецензурное слово. Друзья, милитаристские склонности для нас, для вымирающей страны, погрязшей в нищете, это очень и очень печально. Это я говорю, как потомок военного рода и да, я уважаю безусловно наши вооруженные силы, желаю ангела-хранителя нашим военным, но нам надо ни к бойным стремиться, ни к насилию, ни к каким-то ужасам. Нам бы научиться жить нормально, без этого варья, без коррупции, без олигархов, без людоедов этих. А вместо этого делают новые металлические машинки и катают их по улицам. Что ж, это мои впечатления сугубо гражданского человека. И знаете, очень много вот этих вот красных знамен, и на них написано одно слово без шести букв «Победа». Какой победы они жаждут над кем, над чем? между тем наше общество стремительно сходит с ума и возрастает уровень панических атак. Попросту страха, друзья. Страха. Ведь мы все простые люди. Мы только хотим жить и все. Жить и все. Так же, как и простые люди везде. В Украине, в бедной, в бедной Украине, в Белоруссии везде. Люди просто хотят жить. Что ж, дорогие зрители, поздравляю вас с предстоящим празднованием очередной годовщины победы Советского Союза и союзников над немецко-фашистской Германией над абсолютным злом 20-го века. Вот. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание видео подскажет, как поддержать мой труд. Я в этом реально нуждаюсь. Вот. Потому что дружусь я на свой страх и риск. И, поверьте, просто высказывается мнение о землях, сих, сегодня опасно для жизни, здоровья и всего-всего-всего на свете. Вот. такое обилие военной техники, сколько они сгут топливо ради прогона. Ну что ж, парад доздравствует. вечная память героям той войны, слава ветеранам Великой Отечественной войны, и вечная память всем жертвам нынешней чудовищной бойни в Украине. царствие небесное всем безвинно убиенным там людям. А потом здесь пойдут поливалки, будут умягчать асфальт, чтобы он не потрескался после прогона тяжелой боевой техники. И, повторюсь, напоследок искренне желаю всем военнослужащим российской армии, российского воинства быть живыми и здоровыми. Ангела вам хранителя, вот, достоинства вам и с наступающим днем победы. Пока.